Открытое первенство Уссурийска по кикбоксингу прошло в спорткомплексе Дальневосточного федерального университета. За медали бились более 70 юношей. Эти соревнования считаются неофициальным первенством края. Уровень бойцов очень высок. В Уссурийск приехали не только сильнейшие кикбоксеры Приморского края, но и Хабаровского. Выиграть здесь престижно. Победители получают возможность участвовать в дальневосточном первенстве. Соревнования проводились в разделе «Фулл контакт». Такие поединки проходят в полный контакт, однако удары ногами разрешены только выше пояса. Побеждает тот, кто набирает наибольшее количество очков или нокаутирует противника. С помощью таких соревнований ребята готовятся к более сложным разделам кикбоксинга. Ребенок, у него есть выбор, выбирать какие варианты. То есть в этом разделе получается лучше. Допустим, «Фулл контакт», да? А после другое кто-то выбирает пожестче ребенок. Он возрастает, он, вот мне это больше нравится. То есть больше, скажем так, какая-то демократичность. В общем, дело нету каких-то стандартов, традиций, догматизма. Кикбоксинг более техничный, более такой зловешный. Он может там и ударить сильно, что прям положить там можно, что-нибудь такое. Павел Бигбулатов – один из фаворитов приморского кикбоксинга. Но из-за травмы он не смог участвовать в нынешних соревнованиях. Из уссурийцев пять спортсменов пробились в финальную часть турнира. Все они – воспитанники городской федерации кикбоксинга и Центра развития творчества детей и юношества. Золото завоевали Станислав Петров и Дмитрий Терещук. Из школы номер 28 обоих спортсменов тренирует Владимир Кафанов. Один из его подопечных, Глеб Карпенко, стал обладателем серебряной медали. На вторую ступень пьедестала взошли и воспитанники тренеров Нины Гарцевой и Андрея Подоплелова – Шамиль Вагабов из 30-й школы и Кирилл Потапов из школы номер 130. Призы за волю к победе получили Шамиль Вагабов и Глеб Карпенко. А Стас Петров стал обладателем специального приза за самый зрелищный бой. Первенство Дальнего Востока среди юношей пройдет в феврале.